Тема «Униженных и оскорбленных» в романе «Преступление и наказание» раскрывается и в образе Сони Мармеладовой. Совершив преступление, Раскольников направляется к ней с мыслями. Почему она так слишком уже долго могла оставаться в таком положении и не сошла с ума? Чтобы спасти от голодной смерти брата и сестер, больную мачеху и пьяницу отца, девушка торгует телом. Раскольников осуждает подобную жизнь. Он молча, стараясь не глядеть на Соню, поскорее проходит вперед и бесцеремонно осматривает ее комнату. Мысли девушки в этот момент. Ей было и тошно, и стыдно, и сладко. Молодой человек ведет себя самоуверенно, задает бесцеремонные вопросы. Соня же демонстрирует кротость, отвечает смиренно. В ней чувствуется какая-то беззащитность. Она слишком открыта и уязвима для зла. Во время первой встречи Соня раскрывается перед Раскольниковым, как человек любящий, с чуткой и отзывчивой душой. Родион понимает, что настоящий разврат не проник ни одной каплей в ее сердце. Герой задается вопросом «Да скажи мне, наконец, какой этакой позор и такая низость в тебе рядом с другими, противоположными и святыми чувствами совмещаются?» Раскольникову кажется, что справедливее, тысячу раз справедливее и разумнее было бы прямо головой в воду и разом покончить. Ответ Сони обескураживает его. «А с ними-то что будет?» Ее взгляд, в котором он читает, да какой чудовищной боли истерзал ее мысль о позорном положении, заставляет Раскольникова понять, что значили для нее эти бедные маленькие дети-сироты и эта жалкая полусумасшедшая Катерина Ивановна со своей чахоткой. Молодой человек спрашивает в недоумении «Так ты очень молишься Богу-то, Соня?» И она дает ему ответ «Что же я без Бога-то была?» И героиня мгновенно превращается из тихой и покорной девушки в решительную, гневную, сильную и уверенную. С новым, странным, почти болезненным чувством всматривался он в это бледное, худое и неправильное угловатая личико, в эти кроткие голубые глаза, могущие сверкать таким огнем, таким суровым энергическим чувством, в это маленькое тело, еще дрожавшее от негодования и гнева, и все это казалось ему более и более странным, почти невозможным. Герой проникается человеколюбием Сони, он склоняется перед ней и целует ее ногу. «Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился». Религиозность девушки влияет на Раскольникова. Он просит прочитать притчу о воскрешении Лазаря. Чудо воскрешения он ждет теперь и от нее. «У меня теперь одна ты. Пойдем вместе. Я пришел к тебе. Мы вместе прокляты, вместе и пойдем». «Разве ты не то же сделала?» «Ты тоже приступила. Смогла приступить». «Ты на себя руки наложила. Ты загубила жизнь свою. Это все равно». Соня готова перенести любые страдания во имя любви к близким людям. Ее жизнь строится по законам самопожертвования. И даже испытывая позор и унижение, она сохраняет отзывчивую душу. Она не возмущается, не протестует, а смиряется и страдает. Раскольников же протестует. Он не хочет принимать жизнь такой, какая она есть. Выношенная им теория толкает его на путь насилия. Вторая встреча Раскольникова происходит с Соней, когда он приходит рассказать о страшном убийстве. Он чувствует ее нравственную силу, поэтому считает, что она выдержит его признание. Во время этого свидания сталкивается правда Раскольникова и правда Сони. Пытаясь оправдать свое преступление, Родион называет несколько причин, которые разбиваются о христианские принципы. Соня следует вместе с ним на каторгу. Арестанты проникаются ее поступком, снимают шапки, кланяются. Матушка Софья Семеновна, мать ты наша, нежная, болезная. Они любят ее и хвалят, даже не осознавая за что. Раскольникова же не любят и избегают. Со временем любовь девушки отогревает Родион. Как это случилось, он и сам не знал. Но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. Достоевский отмечает, их воскресила любовь. Сердце одного заключало бесконечные истоки жизни для сердца другого. Под подушкой у Раскольникова теперь лежит Евангелие. Так для героя начинается новый.